Ну что, поздравляю вас абсолютно неправедным, во многом провокационным решением. Видимо, судьи плохо читают Конституцию, которой Путин гордится. В третьей статье написано, что главным источником власти является народ. Именно он правил на референдум на выборах определять, кому управлять и какие решения в пользу всех граждан принимать. У меня особой надежды на Верховный суд не было, потому что я сам пережил три сотни судов. Семь месяцев просидел в Конституционном суде. Мы полностью поймали власти, которые в Мордовии занимались выборами, что они все голоса украли и сыпали в одну бочку по имени «Единая Россия». Доказательства были полные, тем не менее Верховный суд признал, что воры правы. Сегодня он признал, что те рейдеры, а в данном случае Центральная избирательная комиссия, превратилась в филиал рейдеров и жуликов, которые пытаются три года уничтожить одно из лучших хозяйств. Мы рассматриваем это как вызов левопатриотическому движению, нашей партии, вызов всем государственно-патриотическим силам, которые блоком 56 организаций пошли на выбор. Мы сформировали одну из самых сильных команд. Мы подготовили программу «10 шагов достойной жизни». Она прежде всего питала 20 шагов Грудинина в пользу всех граждан и трудовых коллективов, с которыми шли на президентский выбор. Мы на съезде сформировали команду 570 человек, тайно голосовали. Все до единого избраны тайно. Это воля граждан, воля партии и движений. От левого фронта до союза писателей, от молодежных и женских до крупных профсоюзов. И эта воля будет выполнена, какие бы они судебные решения не принимали. Вот сейчас перед вами выступали представители ЦИКа. Более убогой команды я в своей жизни не видел. Ни как юристы, ни как люди, ни как граждане. Они крутили бумажки, за которыми нет ничего. Даже печати не сумели поставить. И одной справкой из прокуратуры, под которой тоже нет ни одного доказательства. Но большего маразма трудно себе вообразить. Судья ушла, почти полтора часа с кем-то советовались. Пришла, одну фразу читала и ушла. Сказала, вы за 5 дней можете подать свой протест, апелляцию. Подадим, пройдем и второй тур. Но одновременно уже подготовили свое заявление, в том числе и в Европейский суд. Но для нас главный суд, это будет суд граждан, суд народа. Завтра будет штаб протестных действий. Все они прислали сюда свое заключение, свое заявление. Все поставили подписи. Завтра мы примем решение о неделе протеста против этого произвола и бесчинств, которые под присмотром администрации президента устраивают и ЦИК, и суды, и все остальные. Мы не признаем это решение, считаем его провокационным. И это не решение суда, это попытка расправиться над крупнейшей партией и ведущими силами. Я им проводил пример, как шла расправа на Украине с левыми силами, как потом жгли и взрывали памятники и дома. Рассказывал, чем это закончилось. Сидели, молчь слушали. А теперь все утираются, глядя, как там русофобия и преступность. Дело довели до того, что русские казались некоренным народом на Украине. Вот это результат политики, в том числе и международной, которую проводит президент вместе с своей командой. Если так будут сплачивать общество и выполнять его послание, то выполнять будут некому. Но официально всем мерзавцам, всем ворам, всем рэкетирам заявляю, что растащить хозяйство это, как растащили там 14 остальных, мы не дадим. Мы поднимем всех граждан, в рамках закона будем действовать. Но не дадим. Приглашаем вас всех посмотреть, что там создано. И вы поймете, что если вы отдадите это, лучшее, что есть сегодня в Российской Федерации и в Европе, тогда мы не народ, а толпу, которую можно гнать к обрыву в любую сторону. Наша уже гнала шайка Ельцина в 91-м. Что мы съели и получили, вы все видите. Мы не позволим этому повториться. Это мое официальное заявление, как лидера блока. Я обращусь завтра ко всем гражданам страны. Послезавтра у меня будет пресс-конференция и параде выступления. Я прошу красную линию передать, отмобилизовать все штабы, которые есть по стране. Мы не можем с этим согласиться ворожством. Пожалуйста, Павел Николаевич. Я просто через два часа должен быть в аэропорту, я улетаю в Хакасию. И поэтому могу только одно сказать. Борьба продолжается. Понимаете, очень интересная ситуация возникла. Кому-то подкидывали наркотики, кому-то вменили экстремизм, которого не было. Мне вдруг 22-го числа стало известно, что у меня оказывается есть какой-то офшор. Ну, я не похож на идиота, конечно, никаких офшоров у меня не могло быть. И сегодня в суде еще раз убедились в том, что ни одного официального документа нам не было представлено. Какие-то копии. Никто не может объяснить, откуда эти документы взялись. Это даже не документы, потому что ни подписи, ни печати, ни опостили на этих документах нет. Ничего не изменилось. Они путаются в датах. Оказывается, запрос написан 2-го числа, и 2-го уже пришел ответ. Ясно, что из какой-то там банановой республики, которая находится в Центральной Америке, получить ни один документ не только что неофициально, вообще даже неофициально невозможно быстро. Но они манипулируют совершенно непонятными документами. Причем сами же принесли документ, что оказывается компания была ликвидирована. А потом по решению российского суда якобы она была восстановлена. Но это глупость, потому что законодательство Беллиса это не предусматривает. Но дело даже не в этом. Дело в том, что что-то они так сильно напугались, я даже понять не могу. Ничего страшного для тех, кто все это затеял. Появление Грудинина в Думе никак не опасно. Но, значит, вот это вот желание... Пожалуйста, извини. Для них опасно появление хозяйства, в котором впервые в России соединили умные предпринимательства с огромными новейшими технологиями, социальной заботой о кадрах и зарплатой в 100 тысяч и более для всех. Для них это жутко опасно, потому что воровали всю страну, теперь решили вывозить золото и сюда даже зерно вместе с металлом. И под этой лажей поставили подпись. Говорят, что для них это, для олигархи, для этого варья-жулья, это очень опасно. Поэтому на вопрос, что мы будем делать, ответ один. Мы будем бороться всеми законными способами с этим беспределом, который... Ну, к сожалению, я думаю, кстати, тут многие из вас смотрели это все, видели, как все это происходило. Надежда на справедливое решение были не у всех, а, наверное, почти ни у кого не было. Но, значит, наше дело правое, и победа будет за нами. Спасибо. У нас нет судебной системы, судебно-разрушительной системы, карательной системы. Система, за которой нет ни совести, ни чести, ни, я не знаю, вывесили тут знаменитую Фемида, там, с завязанными глазами, в равновешии. Противники ничего представить не могли. Пожалуйста, и расскажи. Здесь она с развязанными глазами стоит. Да нет. Наш российский суд очень интересен. У нас стоит Фемида, которая заказана, и она с развязанными глазами. Они точно знают, кого надо. А звонку все судится. С точки зрения юридической, сегодня было очень странное ощущение. Ты разговариваешь с людьми, с коллегами о законах, об аргументах, о доказательствах. А нам отвечают про погоду, какой суп вкусный, какое небо голубое. То есть мы задаем конкретный вопрос, ни на один вопрос мы так и не получили ответа. Все сегодняшнее заседание, которое около пяти часов в общей сложности, около шести даже заняло, мы пытались добиться ответа от административного ответчика, от Центральной избирательной комиссии. Где они взяли и где они продолжают брать все эти документы, которые они носят и носят и носят и носят. У них есть официальная причина, что они все документы получили от Генеральной прокуратуры. Но Генеральная прокуратура ведь вряд ли имеет своего какого-то агента, например, в Белизе, который ежедневно делает там какие-то документы, заключает, осуществляет какие-то нотариальные переводы. Мы так и не смогли получить информацию о том, каков источник. При этом, допустим, с юридической точки зрения, было приобщено большое количество документов, нотариально заверенных в городе Москве нотариусом Алексеевой 2 августа. На вопрос, кто ходил к нотариусу, нам даже на этот вопрос не ответили. Кто? Представитель ЦИК, представитель Генпрокуратуры. Кто? Какое заинтересованное лицо бегает по Москве и делает эти документы? Но мы так этого и не поняли, к сожалению. Герри Петрович у нас прокурор с огромным стажем, авторитетом большим. Он видел очень много разных дел, но сказал, такого безобразия давно не видел. Я должен отметить, что сегодняшний процесс вообще-то КПРФ выиграл. До этого процесса мы имели меньше доказательств в пользу нашего иска, нежели после этого процесса. То есть все доказательства новые, которые появились, они в пользу нас, в пользу нашего иска. И я обращаю внимание на такую важную деталь. Вот этот материал, на основании которого комиссия построила свое обвинение и снятие Грудинина из списка, удаление из списка. Этот материал, он ведь поначалу неизвестно как оказался в прокуратуре. Но прокуратура не нашла нарушений в том, что у нее было. Она переправила ее в комиссию, и комиссия приняла вот это решение. Комиссия, которая сама объявила себя некомпетентной. Ведь на заседании комиссии, когда обсуждали этот вопрос, председатель комиссии Памфилова сказал, что они в этом ничего не понимают, для них это темный лес, все это. Но вот решение они все-таки приняли. Вместо того, чтобы заявить себе отвод, вместо того, чтобы сказать, они не способны это сделать, либо просто зарегистрировать Грудинина, а дальше уже обсуждать и проверять эти вопросы. Поэтому я полагаю, что это совершенно не правосудное решение, оно политическое решение. Оно решение, основанное на воле каких-то, так сказать, сил наших, российских. И мы его будем обжаловать. Ну, если в России не найдем, правда, за рубежом точно найдем, в европейском суде. Спасибо.